Тема сегодняшней программы – вирусы, откуда они берутся и как с ними борются. Почти что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Примерно по этой модели составлена тема программы. Александр Платонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций центрального НИИ эпидемиологии. Гость программы. Добрый день, Александр Евгеньевич. Добрый день, полдень или утро. Кто когда просыпается в воскресенье? Начну я с вопроса, полученного по электронной почте на сайт радио «Эхо Москвы» от энергетика из села Бессоновка Пензенской области России. Как вам представился? Валерьянц. Что меняется на протяжении времени, которое мы наблюдаем? Вирусы и их способность к мутации. Если позволите, я расширю вопрос. На что вы, вирусологи, обращали внимание последние лет 10-15? На чем делали акцент? Что менялось за этот период времени? Ну, на самом деле, где-то за последние 10-15 лет, пожалуй, изменилась ситуация достаточно мало. Наверное, можно говорить, что она принципиально изменилась где-то лет за 30. За последних 30? 30 лет. То есть изменилась и общая ситуация, ну, например, связанная с резким увеличением миграции населения, с увеличением контактов между самыми отдаленными частями мира. И изменилась ситуация с пониманием проблемы, потому что 30 лет назад казалось, что все очень здорово, мы уже ОСПУ победили, значит, завтра победим полиомилит. То, что называется вакцина, контролируемая инфекцией, типа там дифтерии, победили. В общем, вперед из песни. Ну, в общем, оказалось, что петь рано, что с заболеваниями инфекционными, в том числе вирусами, мы будем жить вечно, что открывать мы их будем все больше и больше. Вот это, пожалуй, изменилось. В том числе и за счет мутации. Открывать мы их будем все больше и больше. Значит ли это, что появляются новые мутировавшие вирусы, или мы открываем то, что уже существовало ранее, о чем мы не догадывались? И то, и то. То есть, возможно, вот сейчас, особенно последние лет пять, и особенно в будущие лет десять, мы будем открывать то, что существовало уже раньше. Просто изменилась технология. Вот если, так сказать, раньше мы там называли ОРЗ, да, вот у нас в официальной регистрации есть две графы, одна графа грипп, другая ОРЗ. Вот эти самые острые респираторные заболевания, по нынешним представлениям, могут вызываться десятками разных вирусов. На самом деле, не десяткам. На самом деле, сотни, видимо. И вот эту сотню, так сказать, современные технологии в самое ближайшее время будут потихоньку вытаскивать. А сколько мы сейчас в состоянии определить? Десять, двадцать из этой сотни? Ну, примерно. Ну, сейчас считается, что где-то есть около 150-200 патогенных агентов для человека, патогенных агентов, да. И, кстати говоря, где-то около 70 из них, и вот это, собственно говоря, тема моей научной жизни и деятельности, процентов 70 из них являются так называемыми возбудителями занозных инфекций. То есть приходят к нам от животных, приходят к нам из природы. И в этом смысле бороться с ними нельзя в принципе. Потому что за счёт чего победили оспу. Оспа – это то, что... Сейчас я вот произнесу такое ключевое слово, его надо знать. Оспа – это антропонос, как грипп, кстати говоря. В какой-то степени, в какой-то степени грипп. То есть это инфекция, которая передаётся от человека к человеку. И кроме человека никто не болеет. Вот так с такими инфекциями... И полиамелит тоже. Вот с такими инфекциями ещё можно бороться. То есть можно вылечить всех людей. А всех мышей вылечить нельзя. Всех клещей вылечить нельзя. Всех летучих мышей вылечить нельзя. Вот оттуда постоянно будут подтекать к нам новые заболевания, в том числе мутирующие. А вот от свиней передаётся вот этот свинной грипп, тихий грипп? От свиней. Просто свиньи, они большие, их мало. Но их можно всех съесть. Их можно всех съесть. Их можно всех убить, в конце концов, так сказать. А вот с летучими мышами замучить. Их огромное число, на самом деле, никто не понимает. Их как китайцев. То есть... Так, 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 сдерживайте себя, сдерживайте себя, пожалуйста. Хорошо. А просто... Сейчас сдерживаю. Нет, есть два источника инфекции, так сказать. К сожалению, так сказать. Вот источник занозных инфекций – это мелкие зверюшки в основном. Потому что чем зверюшки мельче, чем они теснее живут, тем легче, чем среди них возникают какие-то изменения. И вот таких мелких зверюшек, групп зверюшек, мы знаем две – грызуны и летучая мышь. А если речь идет об антропонозных инфекциях, то тоже наиболее опасна популяция, где много народа, где они живут скучно. Вот все болезни идут известно откуда. Могу не сказать, не говорить откуда. Из Китая. Все антропонозные инфекции идут из Китая. Еще раз, я не понял. Все новые варианты инфекции, передающиеся от человека к человеку, возникают в Китае, а не в Новой Зеландии. Это именно из-за скученности? В первую очередь. Из-за скученности проживания людей на ограниченной территории? И в принципе их большого количества. Потому что чем больше народ, тем больше вероятность, что что-нибудь произойдет. А из Индии? А Индия еще хуже изучена. А потом Индия, она все-таки немножко, бог ее знает, немножко более специфический. Там климат более тропический. То есть там скорее что-то такое. Из Индии тоже, в конце концов. То есть, скажем, лихорадка Чикунгунья, которая тут вся Европа радостно занимается, она, в общем-то, вот год-два назад перескочила из Индии на куда-то, Маврикий, да, Реунион, на французскую колонию, а потом во Францию. То есть, насколько я понимаю, я все-таки хочу реабилитировать китайцев в глазах наших слушателей. Все-таки речь идет не о том, из какой страны приходит вирус, а о том, что они идут из региона, где достаточно много населения на ограниченной территории. Это не только вот те страны, которые... Нет, это не культурно там никак. Не те страны, которые мы с вами назвали. Ну, да, да, да. Александр Платонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций из Центрального НИИ эпидемиологии, гость программы «Назад в будущее» на радиоэхо Москвы. Телефон, по которому можно прислать смс-ки с вопросами и комментариями. Плюс семь девять восемь пять девять семь ноль четыре пять четыре пять. Девять восемь пять и девять семь ноль четыре пять четыре пять. И вот за эти тридцать лет пришло понимание того, что вирусы победить невозможно, или что можно, но это придется делать очень серьезными усилиями, и у человечества просто нет ресурсов. Где я не прав? Ну, во-первых, можно бороться с наиболее серьезными вирусными проблемами. И чем дальше, тем успешнее можно бороться. То есть вот яркий пример, это вот та самая атипичная пневмония, неправильное название, там, тяжелый острый аспираторный синдром, правильное более-менее название, но не очень осмысленное. На самом деле коронавирусная инфекция. То есть инфекция, которая вызывается вот определенным видом вирусов, называемым коронавирусом. Вот ее действительно победили. Ее действительно победили за счет эпидемиологических мер, так сказать. Ее действительно очень изучили и очень хорошо поняли, как она возникла. Вот я так быстро могу тезис набросать, как все это было. То есть был вирус, который циркулировал среди летучих мышей, о которых я говорил. И у летучих мышей болезни не вызывал. Я потом скажу, почему это важно, болезни не вызывал. А потом он приобрел очень маленькую мутацию. Там заменилось, на самом деле, две аминокислоты. И этот вирус приобрел способность связываться с клетками млекопитающих, в том числе человека. И перескочил на каких-то зверюшек, которые продавались в вирусах, которые продавались на, опять же, рынках в Китае. Их там едят и кровь пьют. От них перескочил на человека. И начал холестать по всему миру. На самом деле, многие думают, что это все придумали фармакофирмы. И чтобы деньги заработать в ВОЗ, чтобы показать, что он тоже при делах и не зря деньги получает. На самом деле, был ужас. Потому что инфекция характеризуется числом размножения. Если один человек способен заразить полтора, это очень опасная инфекция. Вот этот самый коронавирус, один человек заражал 15. Поехал один, так сказать, в гостиницу. Ходил по этажу. Весь этаж больной. Но справились ведь? Справились. Справились. Справились в том числе за счет этих самых эпидмеров. То есть строгих таких вот... Жестких ограничений. Жестких ограничений, да. Жестких ограничений. Где шансов, что сейчас не справимся? Почему такие же жесткие эпидмеры нельзя принимать сейчас против ныне распространяемых вирусов? И, может быть, это и самый лучший способ борьбы с ними. Не просто какие-то лабораторные исследования, а очень жесткие какие-то решения, в том числе политические. А потому что все-таки, на самом деле, по не совсем ясным причинам выяснилось, что зря испугались. Что все-таки коэффициент размножения у этого коронавирусной инфекции, так сказать, не 15, а одна целая там, одна десятая. А вы сказали 1,15. Поначалу было. Поначалу было. Поначалу было. А потом меньше. А потом как-то оказалось, что меньше. Он как-то предпособылся к человеческому, может быть, даже популяции, потерял отчасти свою сволочность. То есть, с такими вирусами, так сказать, вот... Но это как дождь, который потушил лесной пожар. В некотором смысле, да. И получилось, что он заглох сам по себе. Ну, еще кругом бегали, так сказать, пожарники, пытались потушить, тоже, наверное, помогли. Может быть, если бы не бегали, было бы хуже. Но, в принципе, вот как бы перевать вот эту цепочку передачи инфекции без вакцинации, для многих инфекций нельзя. Вот для той же самой какой-нибудь ветряной ОСП, краснухи, гриппа. То есть, там либо нужна вакцинация, либо мы этим будем болеть неизбежно и практически все. Так может быть, это и хорошо, что мы этим болеем, ведь у нас вырабатывается иммунитет не искусственный, а естественный. Ну, это уж просто надо садиться и считать. А есть такие подсчеты? Есть те, кто считают вот это? Есть такие люди, которые в состоянии это посчитать? Есть такие люди. Я пытаюсь в том числе. В мире их, естественно, много больше. Просто надо садиться и считать, что вот вакцина стоит столько-то. У вакцины есть столько-то осложнений, всегда есть. А заболевание стоит столько-то. Заболевание приводит к такому-то количеству смертей, к такому-то количеству инвалидностей. А вот теперь съели-посчитали. То есть это целая наука. То есть там применяются такие на глаз простого человека, там мерзко звучащие слова, скажем, как цена одной предвращенной смерти. Вполне такой работающий параметр. Если, так сказать, цена предвращенной смерти за счет вакцинации 100 долларов, так надо немедленно бежать и вакцинироваться. А если миллион, то, извините, надо еще подумать. Не стоим мы с вами миллион, увы. За миллион нас утопить проще. Александр Платонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инспекций Центрального НИИ эпидемиологии. Гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Вопрос от специалиста из Санкт-Петербурга, вообще представился секретарем Порткома санитарно-бактериологической лаборатории, не знаю какой партии. Он спрашивает, насколько верное заявление некоторых наших политологов о том, что, например, новая форма гриппа была создана в Америке и заброшена в Европу. А я, в свою очередь, опять расширю вопрос. Дело в том, что еще в 80-х годах в советской пропаганде, например, присутствовала точка зрения о том, что вирус СПИДа был создан в неких подпольных лабораториях в США и искусственно внедрен для борьбы с какими-то социальными или этническими группами населения. Ну, по крайней мере, тогда писали. Ну, пропагандировать не мешки ворочить, а со СПИДом-то как раз, естественно, за вот эти 20-30 лет назад уже достаточно хорошо разобрались. То есть это вирус из класса так называемых ретро-вирусов. И когда его открывали, он был там второй известный или третий известный ретро-вирус. На самом деле их тоже сотни. У грызунов десятки, а известно, а на самом деле сотни. У обезьян десятки, а может быть известно, на самом деле может быть больше. И это вот как раз пример, когда такой вот ретро-вирус, который существовал у обезьян, перескочил с достаточно тяжелыми последствиями на человека. Кстати говоря, и обычные такие вот менее зловредные обезьяни-вирусы тоже, оказывается, вызывают инфекцию человека. То есть если взять каких-то людей, ухаживающих за обезьянами в зоопарке, то неожиданно выясняется, что у них есть антитела ко всем этим обезьянам и вирусам. Только они не болеют. А вот спит еще мутировал так, что стал вызывать инфекцию человека. А в принципе, как вы относитесь к теориям о том, что многие современные вирусы, они были созданы искусственно, и то ли в результате утечек, то ли намеренно попали к человеку? Ну, плохо отношусь. Не имею я про это никаких свидетельств. Не вижу я в этом никакой, как бы, биологической необходимости. То есть достаточно очевидно, что, по крайней мере, все, что мы... Мы достаточно хорошо знаем вирусы. Те, которые мы знаем вирусы, мы достаточно хорошо знаем. То есть для того, чтобы секвенировать, полностью прочитать геном вируса сейчас... Раньше это, там, еще совсем недавно, в общем-то, где-то 10 лет назад это могло занимать год. Сейчас это занимает день. Прочитать геном вируса день занимает? Да. День, день, день. День, день. То есть сейчас технологии совершенно фантастические самые. То есть вот представим себе, что в вас есть неизвестно что. Догадываюсь. Вот. Нет, ну не просто неизвестно что, а еще вам плохо. Это какая-то болезнь. Мы берем у вас кровушку, выделяем ДНК и РНК, запихиваем в прибор, правда, в дорогой. И он секвенирует вас полностью. Вот весь геном человека, который там весь мир 10 лет секвенировал. Проект был геном человека. Да. Он секвенирует все, что находится среди вас, и заодно эту заразу, которая в вас есть. А потом из вас вычитает все известное. Уже информационными методами. Геном человека-то известен. Вычитает все известное, и остается одно неизвестное. Так это и есть ваша новая зараза, вы ее открыли. Такие работы уже делаются. Полгода назад была сделана моим. А моим именем назовете? Если бы вас найдем, назовем. Если бы вас найдем, а чего запас? Я человек тщеславный. А вот я все, даже вот в Генбанке есть какой-то аденовирус, штамп Платонов. Я болел, из меня детки выцарили. В смысле, сотруднички мои выделили, пока я там лежал с кровавыми глазами. Секвенировали, в Генбанк забросили. А я лежал с моими кровавыми глазами в потолок. К нему по шее дать. Так что-то вот есть такое, да. Ну, не вирус, но штамп Платонов существует. Вот эти самые технологии... Да, вот просто я, может быть, простите, что я вас перебиваю. Да, вот по вопросу. Так вот, если мы можем прочитать геном, мы можем посмотреть, откуда он взялся. Все, что циркулирует, выглядит естественно. То есть в нем вот нет какой-то вот следа вмешательств. Вы пока не обнаруживали ни в одном из ваших объектов исследования следов искусственного вмешательства, вмешательства человека или кого-то еще. Да. То есть... Еще раз, я хочу, чтобы вы это повторили на всю страну, что называется. Этого никто никогда нигде не видел. Из профессионалов. Профессионал никто никогда об этом не говорит. Хотя, в принципе, бояться этого можно. Потому что, опять же, современные технологии позволяют модифицировать вирусы. Вот не делать новые из ничего, а взять готовые и модифицировать. Зачем это делают? Так готовятся, на самом деле, все современные вакцины. Потому что вакцины, там, вот, с тилетней давности делались так. Там, брался вирус и убивался чем-нибудь, там, формалином. И получался такой вот худо-бедный, моногенный, такой дохлый субстрат. Сейчас идеальные вакцины делают не так. Берут патогенный вирус и делают из него непатогенный. Но способные вызывать иммунный ответ. Получается вакцина нового поколения. Это можно. Но есть такой момент, что ломать не строить. Вот из патогенного вируса сделать непатогенный достаточно легко. Достаточно легко понять, что надо поломать. А вот как из непатогенного или там малопатогенного сделать сильно патогенный, это уже строить. Это уже сложнее. Регнуть, так сказать, пофантазировать можно. Но следов воплощения этой фантазии, я говорю, никто в жизни не видел. Вы с зарубежными коллегами общаетесь постоянно? Просто. Понятно. И у вас не было ощущения того, что... Нет, нет, нет. Нет, вот, конечно, про это все будут говорить, так сказать. Потому что это тоже хорошая тема просить деньги. Вот один мой известный зарубежный коллега, так сказать, бывший-то очень большим начальником в Англии, в 2000 году, когда пошел разговор про биотерроризм, так сказать, радостно говорил, во, ребята, пока была опасность биологической войны с Россией, мы все микробиологические лаборатории в Англии отстроили. А сейчас вот это алькаида, мы еще биологические построим. Счастье-то привалило. Александр Платонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией природы очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии, гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Свои комментарии и вопросы присылайте смс-ками на номер 7-9-8-5-9-7-0-4-5-4-5-5-9-8-5-9-7-0-4-5-5-4-5. Мы обсуждаем тему вирусы, откуда они берутся, как с ними бороться. Во второй части программы, ближе к концу передачи, мы включим телефон прямого эфира, и послушаем несколько ваших телефонных звонков. А сейчас новости на радио «Эхо Москвы». Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». У микрофона Ашот Насибов. Мы продолжаем обсуждать тему вирусов, откуда они берутся, как с ними бороться. Александр Платонов, доктор биологических наук и заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций центрального НИИ «Эпидемиология», гость и эксперт программы. Номер, по которому можно присылать смс-ки с вопросами и комментариями, плюс 7-9-8-5-9-7-0-4-5-4-5. Александр Евгеньевич, как климатические изменения последних лет, может быть, последнего десятилетия другого, сказываются на распространении и появлении новых вирусов? Ну, во-первых, я хотел бы немножко вот так деполитизировать этот вопрос, не касаясь киосского протокола, необходимости уменьшения выбросов, говорить не об изменении климата, потому что мы все-таки недостаточно долго наблюдаем, а об изменении погоды. Вот погода меняется точно. Погода в Москве, причем там подземные записи погоды в Москве. Ну, у нас выступали климатологи в этой программе. Да, не все знают. Она записана, так сказать, на протяжении последних 200 лет, точно так же на юге Москвы, России, простите. И вот некоторые годы, например, 1999 и 2007 на юге России были самыми теплыми за все время наблюдений. И что мы имеем? В эти годы мы имеем всплеск вот тех самых природно-очаговых инфекций, переносимых комарами, вот трансмиссивными инфекциями, там сейчас в новостях было, а инфекции, переносимые москитами, Сен-Флайса, на юге России комарами. Такая вот есть лихорадка западного Нила. Чуть-чуть повышается температура, в среднем на 3 градуса зимой, на 2 градуса летом. И вместо одного человека там в Волгограде заболевает стол. Это и самая лихорадка западного Нила. Достаточно тяжелые заболевания. Зима 2006-2007 года в центральной части России, в Воронеже, в Липецке, была очень теплая снег, гнил бы до середины января. Немедленно была вспышка, нетипичная, в общем-то, для этих областей, хантавирусная инфекция, геморрагическая лихорадка, с почечным синдромом, тоже природно-очаговая инфекция, источником которой являются мыши и полевки. Мыши и полевки, что называется, не спрятались под снегом, поползли поближе к жилью, и вместо, опять же, одного-двух заболевших были сотни заболевших в Липецке и Воронеже. Поэтому вот эти вот изменения, внешне небольшие, на температуру на 1 градус, среднегодовую температуру на 2 градуса, они смещают распространение вот этих природно-очаговых инфекций, чётко привязанных к определённым климатическим природным условиям, на самом деле, на сотни километров на юг. То, что мы видели в Астрахани раньше, мы теперь видим в Волгограде. То, что мы видим в Волгограде, мы видим в Липецке, ну и так далее. То, что мы видели в Вологде, мы видим в Архангельске. Вот клещевой энцефалит сейчас двигается. В целом в России снижается заболеваемость, но, вероятно, всё-таки, действительно, в связи с потеплением, именно на север, в Архангельской области, в Скандинавии, он сейчас смещается последние где-то лет 10. Вот так вот, то есть есть реальное влияние. Это только говоря о наших вот как бы проблемах средней полосы. А есть ещё климатические проблемы в тропических регионах и так далее. Вы на чём сейчас делаете акцент? Вот в вашей работе последних лет, на чём вы делаете акцент? На что обращаете особое внимание? Ну, чисто технологически мы как бы ищем под фонарём. Наш институт обладает достаточно мощными технологическими возможностями для генетических методов исследования всякой заразы. И вот этим, так сказать, мы и занимаемся. То есть созданием генетических методов диагностики различных инфекций и генетической характеристики. Потому что вот когда возникает вопрос о том, а не появился ли этот вирус в результате какого-то зловредного заброса, то мы должны знать, а что было на этой территории. То, что появилось, это то же самое, или чуть-чуть изменённое то же самое, или совсем новое. Вот, собственно говоря, моё изучение этих природно-очаговых инфекций как раз и началось с этой самой лихорадки западного Нила в Волгограде в 99-м году, когда этой болезнью буквально с точностью до дня стали болеть в Волгограде и в Нью-Йорке. Причём в Нью-Йорке этот вирус в лихорадке западного Нила был вообще занесён впервые в истории как бы земного шара. То есть он был только в нашем полушарии. И в 99-м году был занесён в Нью-Йорк. Чистейший биотеррористический атак на крупный российский город и на Нью-Йорк. Но немедленно, опять же, за счёт генетических методов исследования эти вирусы были нами и американцами отсеквенированы. От чего? Прочитаны. Геном был прочитан. Характеризованы. Стало, во-первых, понятно, что это разные штаммы. Стало, во-вторых, понятно, откуда они пришли. То есть наш пришёл в Волгоград, видимо, из Африки через... Ну, практически напрямую из Африки. А в Америку пришёл через Израиль. Вот такая атака матери-природа. Никаких биотеррористов не надо. Кстати говоря, этот вирус потом... Его занесли, так сказать, только в 99-м году. Сейчас он полностью укоренился в Соединённых Штатах. Прекрасно себя чувствует. Тысячи заболевших тяжёлыми формами каждый год и сотни тысяч лёгкими. Вот такой подарочек. Ещё есть у нас подобного рода подарочки за последние 10 лет? Ну, вот такого... Масштаба. Масштаба. Ну, вот, наверное, нет всё-таки. Ну, есть ещё вот флавиавирус, но нас меньше касается. Ну, за исключением... А мы всё-таки много сейчас путешествуем во всякие очень курортные места. Например, лихорадка Денге. Которая ещё лет 10-15 назад занимала сравнительно узкий регион Юго-Восточной Азии. А сейчас расползлась... Это тоже вот такая же инфекция. Флавиавирусная какая-то лихорадка Западного Нила. Расползлась практически на все тропические, субтропические зоны везде. То есть и в Азии, и в Африке, и в Америке. Куда вы не поедете, там вы эту самую лихорадку Денге себе и встретите. Радуете. О, добрый вы человек, вирусолог. Александр Платонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций, центральной унии эпидемиологии. В средние века это всё существовало? У вас есть данные о том, что, ну, помимо известных чумы, оспы и прочих эпидемий, что нечто подобное существовало и распространилось ещё в средние века, и сегодня всего лишь такие проявления того, что... отголоски того, что имело место раньше. Или это что-то совершенно новое для вас? Ну, мы, конечно, не очень хорошо это знаем. Ну, по летописи. Мы даже кометы можем определить. Ну, кометы и кометы, но, понимаете, если раньше там было три заболевания, там, лихорадка, чума и понос, там, да, и золотуха, то теперь мы понимаем, что это всё может вызываться вот сотнями разных вирусов и бактерий. В принципе, по современному состоянию вируса можно понять, приблизительно оценить, как долго он возник вот в настоящем времени, ну, по скорости мутации. И похоже, что большую часть того, что мы имеем, всё-таки существовала достаточно давно. Хотя вот некоторые примеры, вот я говорю, СПИД, возможно, вот мутировал, выскочил недавно, вот коронавирусная инфекция мутировала и выскочила, и исчезла, надеюсь, недавно. То есть и то, и то. Другое дело, что вот с чем мы сейчас на самом-то деле имеем место, инфекционные болезни действительно в серьёзном смысле побеждены. Почему мы сейчас живём, так сказать, 70-80-90 лет и помираем от рака или от разрыва сердца? А потому что мы в 20-30 лет не помираем от туберкулёза, дифтерии. И именно из инфекционных болезней ещё на границе 19-20 веков средняя продолжительность жизни была 30-40 лет, на самом деле. Сейчас это сняли, вот стали жить дольше. Но проблемы остаются. Давайте подключим к разговору слушателей. Телефон прямого эфира 363-3659. Надевайте наушники. Наушники. 363-3659. Телефон прямого эфира. Да, любые. Код Москвы 495-363-3659. Задавайте вопрос Александру Бладонову, доктору биологических наук и заведующему лабораторией природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии. Только я хочу предупредить наших уважаемых слушателей, мы всё-таки проблему свинового гриппа так в деталях не разбираем. Это всего лишь проявление частности. Один из факторов в целом ряду других. Ох, сколько звонков уже пошло. Так, надо выбрать. Ну, начнём. 363-3659. Слушаем вас. Алло. 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 Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте. Михаил меня звать. Откуда звоните, Михаил? А? Откуда звоните? Москва. Слушаем, Михаил. В начале перестройки в газете «Известия» сообщалось, что наши славные вирусологи, микробиологи создали чудо-штамм сибирской язвы, поражающей только лишь мужчину в расцвете сил, выгниваясь гениталией. Это Швердловский. Ну, сообщалось так, что на Рале в Иркутске есть такие же замечательные лаборатории. И чисто случайно, в кавычках, куча народов заразилась, ну, там порядка десятка померли, и потом люди в штатском аккуратненько собрали все истории болезни. Что ваш гость скажет? Он, конечно, скажет, что всё в жаке. Михаил, вопрос формулируйте корректно, пожалуйста. Что скажет ваш гость по поводу этого десятилетия или двадцатилетия давности сообщения про создание специального... Оружия избирательного действия. Сибирской я, да, и потом ещё. Давайте сначала начнём ответ... Ну, нет, значит, замечание мелкое, что вирус перескочил. Я не знаю, можно заразиться, но перескочил с зелёных мартышков или голубых крокодилов на человека. Это что-то уже... Михаил, давайте услышим ответ на первый вопрос. Да, давайте. Спасибо. Давайте я начну с ответа на второй вопрос, потому что он проще. Перескочил... Нет, ну, действительно, может возникает непонимание. Перескочил, это значит, в какой-то момент вирус циркулировал среди зелёных мартышек, условно говоря. Одна зелёная мартышка заражала другую. Потом он оказался у одного из людей и оказался способен к передаче, условно говоря, от человека к человеку. Один человек стал заражать другого. Вот это и называется, так сказать, жаргонно, конечно. Какой-то профессиональной речи мы так не говорим, перескочил. Значит, про газету «Известия». Ну... Был случай утечки. Был случай утечки, так сказать. Было, и это описано в литературе. Было какое-то странное учреждение в районе Свердловска. В районе Свердловска действительно была утечка, так сказать, сибирской язвы. Это не вирус, а бактерия. Её модифицировать намного сложнее, потому что бактерия намного сложнее вируса устроена, и изменить её не так легко. Естественно, никакого избирательного действия на мужчин, так сказать, кого-либо в данном случае не было. Но были случаи заражения, да. Это в литературе описано. Это достаточно подробно. Достаточно подробно, да. Естественно, как при всех этих случаях, то разного рода надирающие органы там, безусловно, вокруг в изобилии присутствуют. 363-3659, следующий телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте, я из Петербурга, меня зовут Нина. Здравствуйте, Нина. У меня такой вопрос. Вот по клещевому энцефалиту в европейской части, я часто путешествую, просто на муси бываем в погодах, мне приходилось читать на энцефалите сру такую интересную вещь, что брали узла его. Но, как ни странно, когда в организме, например, навок вещей и баррелия лайма, и вирус клетчевого энцефалита, как-то, если одновременно заражение человека баррелия вирусом, то несколько смещается течение вирус клетчевого энцефалита. То есть, то, что мы сейчас, я боюсь, баррелия узлаема, иногда начинают назначать токсициклин раньше, чем есть результат отбивания крови, асмолонный вирус. Но факт в том, что вы можете сказать, хотя бы, вирусулок и баррелия узлаема, в принципе. Спасибо. Спасибо. То, что зараженность баррелиями тех же самых клещей намного выше, чем зараженность вирусом клетчевого энцефалита, но сами баррелия, это бактерии, в отличие от вируса, несколько менее заразные, и заболеваемость и той, и другой инфекции, переносимой клещами, наиболее важными для России природно-очаговыми инфекциями, баррелиозами и клетчевым энцефалитом, приблизительно одинаковые. Касательно тяжести заболеваний, вот, так сказать, легче ли совместное заболевание тяжелее, ли совместная инфекция тяжелее совместной инфекции, надежных данных, насколько я не понимаю, нет. Баррелиоз, если он есть, надо лечить антибиотиками обязательно. Против плещевого энцефалита, как против любой вирусной инфекции, мощных средств сейчас нет, есть различные полумеры типа введения иммуноглобулина. Александр Евгеньевич, у меня вопрос такой глобальный. Как вы видите перспективу? Так снимать или нет? Можно снимать. Как вы видите перспективу собственной работы и свою загруженность в ближайшие лет 10? И самое главное, какие решения вот сейчас на уровне органов государственной власти, на уровне политической власти должны быть приняты с тем, чтобы у вас, ну, не то что работа преуменьшилась, но чтобы результаты были положительные для всего общества? Ну, работы, безусловно, будет много, никуда она не денется, и это понятно. Что нужно-то, так сказать? Основные направления, вот что, так сказать, что будет изменено в ближайшие, так сказать, 10 лет? Принципиально будет серьезно меняться две вещи. Три. Значит, первая вещь, как я уже говорил, будет открыто много всяких новых инфекций, причем которые, может быть, на самом деле вызывают разного рода соматические заболевания. То есть, раньше мы думали, что вот язва желудка – это от неправильного питания. Теперь мы знаем, вызываются бактерии, хликобактер пилы. Мы думали, что гепатит, там, цирроз печени – это от пьянства. На самом деле, это вирус гепатита С. И похоже, что многие соматические заболевания и проблемы, на самом деле, вызываются, возможно, еще теми вирусами и бактериями, о которых мы сейчас не знаем и о которых узнаем в ближайшие десятилетия. Пункт первый. Пункт второй. Вот про тот же самый клещевой энцефалит. Зараженность клещей в какой-нибудь очень плохой области, в этом смысле, себе, несколько процентов. Кусают они, на самом деле, половину населения в течение жизни. Болеют все-таки единицы. Выясняется, что есть какая-то предрасположенность человека к тем или иным видам заболеваний. И по мере расшифровки генома человека, не расшифровки, а уже понимания его функционирования, поштучного. Сейчас известен текст, но неизвестно еще, грубо говоря, детально, как он работает. По мере понимания наших индивидуальных особенностей будет в некотором смысле подбираться какой-то такой индивидуальный прогноз того, что нам мешает в жизни. И третье, некоторые последние открытия дают большую надежду на серьезное создание серьезных антивирусных лекарств, которые будут действовать на вирусы так же успешно, в общем-то, как антибиотики сейчас действуют на бактерии. Это вот то, что будет как бы двигаться все человечество, и мы вместе с ним. А что нам надо отначальствовать? Ну, что нам надо отначальствовать? Нам надо отначальствовать научную среду, вот такую неразрывную научную среду, потому что сейчас кто-то здесь чем-то понемножку занимается, кто-то здесь, кто-то там. То есть вот нет такой связности, которая на самом деле более-менее присутствует в успешной мировой науке американской или европейской. Или уж, добавлю, еще наиболее, так сказать, важная задача, которую надо поставить, это именно войти вот в эту связную европейскую и американскую среду исследователей. То есть не пытаться все сделать самим. Понятно. Поэтому мы заведомо не сумеем. Сотрудничать. Сотрудничать. Понятно. Александр Платонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инспекций Центральной унии эпидемиологии, гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Большое спасибо, Александр Евгеньевич. Программа «Назад в будущее» выходит в эфир благодаря сотрудничеству с Общественным советом госкорпорации «Росатом». Свои вопросы и предложения задавайте в блоге «Татьяна Фельгенгауэр» на интернет-сайте «Радио «Эхо Москвы». Я Ашот Назибов. Говорю, до свидания. Встретимся через неделю. Всего доброго.